Здарова всем ребята, Кент АПК на проводе и прямо сегодня я поговорю с вами про грядущее обновление 0.40 и второй сезон. Поэтому если ты ждешь обновления, то прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Кент АПК. Вы наверное подумаете, Кентуха да это обычный кликбейт, но нет ребята, тут все по чесноку. Вам наверное интересно, почему я снимаю подобное видео, да потому что сегодня особая дата. Сегодня 26 сентября, ровно полгода назад стартовал первый сезон. А это означает только одно, что очень скоро будет второй сезон. Вот ребятки посмотрите пруфы, 25 апреля стартовал первый сезон. Ровно сегодня прошло полгода, значит в году будет 2 сезона. Значит в ближайшее время должен выйти трейлер, да да да, должен выйти трейлер, ну а потом должен выйти второй сезон. Ну что же, записали, теперь пруф номер 2. Это то, что ребятки, недавно в файлах игры нашли вот такую вот картинку. Что же это означает? А это означает то, что сезон 2 уже не за грамме, потому что он уже есть в файлах игры. То есть, осталось нажать какую-то волшебную кнопочку и ба-бах, сезон 2 открылся. Ну а теперь факт номер 3. То, что буквально недавно вышло предыдущее обновление, в котором нам всем с вами повысили звание. Ребята, не пугайтесь, это даже не баг. Знаете, что это? Скорее всего это сделали специально с целью, чтобы потом, когда выйдет обновление, ну именно второй сезон, нам всем просто-напросто понизят наши ранги до тех, которые у нас были до этого. Какие же планы разработчиков на это обновление? Планы очень грандиозные, за что им большое спасибо, потому что они сказали то, что они планируют изменить абсолютно все карты. Просто представьте, я уже не представляю, а как можно изменить карту Синдстоун? Она и так, блин, обалденная, просто карта мечты. Но, тем не менее, нам пообещали изменить абсолютно все карты. Плюс, помимо этого, будет новая коллекция. Если будет новая коллекция, это означает то, что будут новые скины. Также очень-очень важно, ребятки, просто послушайте меня. Я говорю сразу, чтобы я потом не был крайним, я говорю лично на свое мнение. Если добавят новый кейс, значит предыдущий кейс добавят на рынок. Предыдущий кейс это Фуриас. И значит, скорее всего, Фуриас кейс пропадет. Поэтому, не знаю как вы, но я лично себе прикуплю парочку. Но, ребят, самое-самое главное, это то, что у разработчиков есть новая традиция. Вначале у них выходит трейлер, ну а потом только выходит обновление через день или через два. То есть, буквально в ближайшие дни мы должны с вами ждать трейлер. Насколько мне известно, то работа над трейлером уже ведется. Поэтому, пацаны, просто хэштег трейлер выходи. Также обратите ваше внимание на вот это. Что вы тут видите? Да, надпись второй сезон, это и так понятно. Но самое-самое интересное, ребятки, это вот это. Это вот это. Это вот это. Что же это такое? Это террорист, который стоит вот так вот. И знаете для чего это? Это тренировка вашего АИМа. То есть, добавит новую карту или новый режим. Я не знаю, как это будет реализовано. В котором мы с вами сможем тренировать наш АИМ и стрелять по мишеням в виде игроков. Но, я говорю сразу, эти игроки будут неподвижны. То есть, это будет что-то на подобии ботов. Но не искусственный интеллект. Боты просто не будут стоять и вот так ездить влево, вправо, влево, вправо. Ты просто будешь стрелять и все. Скорее всего, оно так и будет реализовано. Потому что ботов нам в ближайшее время точно можно не ждать. Но, тем не менее, это тоже очень круто. И я, наконец-то, перестану быть новым и натренирую свой скилл. Кстати, знаете, что я подумал? Я так подумал, что, по идее, карту Провинция и карту Зан-9 их уже изменили. То есть, их трогать не буду. То есть, изменят карту Раст. Изменят карту Сэнстон. Я не знаю, как ее менять, но ее как-то изменят по логике вещей, правильно? Дальше. Изменят карту Тренинг Аутсайд. И изменят карту... Ну, короче, какую-то еще карту. Я уже забыл все названия. По поводу даты выхода обновления. Мы прекрасно знаем то, что разработчики всегда затягивают. Но, я думаю, что трейлер должен выйти в эти выходные. Потому что выходные максимально онлайн. И это последняя неделя с сентября. Потому что дальше уже будет идти октябрь. Поэтому, братва, я вам скажу так. То, что однозначно. Ну, и практически 100% то, что на этих выходных. То есть, или в субботу, или в воскресенье. Должен выйти трейлер. Но, внимание, это исключительно мое субъективное мнение. Также, по поводу ММРа, скорее всего, разработчики нас рофлят. Они специально нам дали высокие звания. Только для того, чтобы потом, когда начнется второй сезон, все эти звания забрать. Потому что, как мы знаем, то, что в начале каждого сезона будут обнуляться наши звания. Но не все. То есть, не то, что вы станете бронзой 3. Не, не так, не так, не так. Наши звания просто уменьшатся. То есть, если у кого-то, например, был элит, как у меня, да? То он станет гол 3 или гол 4. Ну, и так далее. Надеюсь, сама концепция понятна. Поэтому, ребята, я очень сильно жду обновления. И мне очень сильно интересно, какой же я буду ранг. Кстати, кому не сложно, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях напишите, какой ранг именно вы. Но самое главное, то, что мы все ждем в 0.40.0. Это то, что исправит и пофиксит античит. Потому что, ребята, мне лично уже надоели эти читеры. Я не могу спокойно, нормально, адекватно играть. Поэтому я очень сильно надеюсь, что в этом грядущем обновлении исправят античит. И читеров просто-напросто не будет. Конечно, клиент-сервер это уже сильно многого я хочу. Но хотя бы просто исправьте античит. Ну что ж, дорогие друзья. Если вы ждете обновления, давайте покажем под этим видеороликом максимальную активность. Мало ли, разработчики его посмотрят. Пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.